Вы художник, обслуживающий интересы власти. Мало того, что я живу на районе с вашим Калашниковым. Есть люди, которые это любят. Мое искусство – русское современное искусство. Скучно. Отстой. Вы-то вообще ничего нового не изобрели. Вы опасны. Вы провокатор. Накол посадить всех. Я бы вас арестовал. Миром правит любовь. Меня зовут Салават Щербаков. Я скульптор. Я памятник князю Владимиру, памятник Александру Первому, Калашникову. Я люблю в искусстве либо авангардное, либо крайне консервативное. Но мне свойственно консервативное – это памятники. Это память людям, событиям, любви к прошлому. Меня зовут Саша Старость. Я художница, перформансистка и акционистка местами. Я считаю, что я занимаюсь современным искусством, потому что я занимаюсь искусством, которое невозможно без того, что происходит в России. Я думаю, даже я занимаюсь национальным современным искусством, потому что оно не может существовать в другой среде. Я считаю Салавата тоже современным художником. Моя задача здесь сегодня – рассказать ему, почему я думаю, что он занимается политическим искусством, как и я. я считаю что вы политический художник я посмотрела мало того что я живу на районе с вашим калашниковым я его очень много вижу я посмотрела наверное все что могла найти про вас в интернете я про вас уже почитал и кроме да это очень здорово и как мне кажется не все ваши работы но очень многие они как бы очень органично продолжают ту идеологическую линию которая у нас сейчас в государстве в принципе существует вот в этом смысле вы очень современный художник потому что вы работаете с тоже с повесткой получается выбираете очень определенных людей например вот вы сделали памятник вежливым людям в крыму да ну я бы вот тут так сказал миром правит любовь в каком смысле что вот что человек любит то он и делает и так случайно получилось что ваш любовь очень сильно совпадает и любить россию дореволюционную потом история двадцатого века это мощнейшая история вот и мы сейчас там участвуем в конкурсе курской битве я вот сейчас погружаюсь мощь гомеровска шекспировска я не знаю как эпоса гораздо еще более мощного в нашей истории она была есть люди которые это любят их много есть я поставила вам сердечко эпическую конструкцию очень здорово действительно ну во первых двадцатый век он сам себе очень монументальный во вторых даже сейчас мы живем там супер исторических событиях сложных которые мне кажется тоже очень эпичные есть люди даже как вот я с одним генералом общался говорит как только труба зовет тут же встают в строй и идут значит встают это защищать то есть это реально есть есть природа да есть природа россии я бы еще раз верну я бы назвал слово любовь я бы назвал труба зовет на подвиги ратные это любовь нет нет по-другому любовь к россии или к любому другому вот любовь я не знаю у талибов там к своему талибанскому значит они это просто реально любят они не в мире люди вот у них любовь к своим может ли искусство существовать отдельно от политики на самом деле думать об искусстве как они ангажированные истории очень сложно потому что на что бы мы не посмотрели там не знаю на искусство средних веков например которая все сплошь обслуживает или разбирает или обсуждает религиозные интересы от церковь это институт власти в тот момент или там искусство возрождения или советское искусство какое бы то ни было оно там постоянно вращается около политическом более мы конечно же вынуждены все все больше заниматься политическим искусством потому что речь идет не об абстрактной стране россия сейчас находится в состоянии которое можно назвать проживанием автократического режима в этой россии случаются политические репрессии они случаются в адрес кстати в том числе этом художников может быть даже если твои друзья ваши начали бы сейчас делать свои перформансы они бы там точно получили бы какие-нибудь штрафы или сроки за это поэтому поскольку все на свете даже активистская деятельность даже социальная направленная деятельность все вытесняется сейчас сферу политического потому что все становится небезопасным конечно я занимаюсь политическим искусством я буду им заниматься больше того если бы не было этой страны этой политики я бы не занималась политическим искусством нет было бы совершенно не нужно но здесь у меня нет выбора и вот именно поскольку мне его не предоставляют я даже отчасти зла потому что я может быть тоже хочу заниматься какими-нибудь над человеческими всякими экспериментами а получается жить по повестке я все-таки вот так вот среагирую можно я тогда и отвечу да во первых сейчас государство не в каком-то тоталитарно каком-то я так это воспринимаю как ваше мнение я полностью не согласен значит смотрите раньше был диктат союза художников там в уставе было написано соцреализм вот соцреализм сейчас все искусство сейчас она свободная далее выделили территории там винзавод это все делайте чего хотите даже стало уютненько уютненько возник кризис современном искусстве если раньше раньше занимались какого-нибудь кабаков поднимал какие-то большие час я считаю это много имитаторство много имитаторов причем и в классическом искусстве вот в классическом искусстве человек я занимаюсь с классикой а там пустышка Она внешне классика. У нас замечательный Никас Сафронов. Я бы не хотел по именам, но я занимаюсь классикой. А он, кстати, современный художник. Я занимаюсь классикой. Он Дали. Я занимаюсь классикой. И там полно, я могу сказать, имитаторов. И в современном искусстве это стало разменной монетой. Для чего и кого? А это времяпрепровождение, бытование, некая стилистика. Это стало пустышкой, это стало, опять же, скажу, мантрами. Мало того, что современное искусство, оно повторяет то, что было 50, 70, 80 лет. И поэтому к нему интерес упал. Пустуют эти, значит, залы. Это некое... Потом еще скажу. Сердечки и дерьмо не забывайте ставить мне. Спасибо. Вот, предположим, церковь, храм. Там есть служба, многовековая, все. При этом есть юродивые, которые ходят там голые, отрезают себе гениталии, вериги. У них там это... Есть, например, люди, которые любят смотреть, как, я не знаю, там, дельфины в прекрасной воде. А есть, которые интересуются червями или глистами. Это, я могу сказать, склонность человека, где находиться. Это тоже нормально. То есть, если кто-то едет в Антарктиду, и там ничего нет, и он туда... Вот вы мне напоминаете, значит, Лазарева и Крузенштерна. Вот нет, чтобы в Альпах красоту, буйволы там эти, эти, все, красота. А люди едут туда, где ничего нет, и где... Это просто экстремально, это экстремалы. Нет, 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 вы сейчас лукаете. Это экстремалы. Вы все время уходите от прямого ответа. А на что? Я очень интересуюсь жизнью глистов. Мне непонятно, почему вы делаете вид... Воду отобрали у меня, в связи с тем. А, воду? Да, ну я просто охватываю вашу территорию. Я, знаете, как вежливые люди себя веду. Я вот что пытаюсь понять, как-то все-таки, что у вас в голове происходит. Вы действительно думаете, что это не существует? То есть, вы живете в каком-то информационном пузыре. Во-первых, скажу вам, что, наверное, мое искусство вторично, но ваше тогда тоже, потому что вы-то вообще, как бы, менталист, ничего нового не изобрели. Хотя у вас красивые и очень замечательные скульптуры. Спасибо. Вы думаете, что что? Вот как бы вот эта вся история про автократическое государство, с которым вы категорически не согласны. Вы считаете, что этого нет, этого не существует? Или вы просто этого не видите? Вот ваши друзья, вот Олег Кулик, там, может быть, не знаю, мы в ромате, кто-нибудь еще, они вам не рассказывают о том, как винтят художников, о том, что уличные акции под запретом находятся. И я говорю не о политических акциях, не с плакатом постоять. Речь идет именно об уличном акционизме. Вы в это не верите или вы просто этого не знаете? Мне кажется, вы уходите от ответа. Нет, я, во-первых, я могу сказать, что я не в какой-то, как вы сказали... В пузыре. В пузыре, да. А я по-другому. Я вот сейчас вам скажу, но вы не поверите. Я вижу все, вижу насквозь, вижу насквозь. У вас, мне это все понятно, я все понимаю, и я не в пузыре. Теперь дальше. Где кого винтят? Винтят людей, например, целые фирмы в западном полушарии, которые не взяли себе одну лесбиянку, одного голубого, одного черного. Абсолютно. В которых применяются одни и те штаталитарные механизмы, только с зеркально противоположной целью. За это я вам ставлю разбитое сердечко, потому что это вы признаете, а репрессии в своем собственном государстве, у себя на родине, вы почему-то не признаете и убегаете от этого разговора. Какие должны быть отношения у художника и власти? Мне кажется, что вам нужно признать, что вы взаимодействуете с властью в прекрасном, замечательном, чудесном симбиозе. И не просто с государством, как с какой-то абстракцией, а с современной российской властью. Со всей этой большой историей, с идеологической. Правильно. То есть вы политический художник, обслуживающий интересы власти. Нет, нет, нет. И подождите, ничего дурного персе в этом как бы нет. Мы там знаем, что, например, Дао обслуживала все интересы китайской монархии, просто вся иерархическая структура с ванными небесными правителями в Китае, она вся держалась на пути Дао и на том, какие иерархические распределения там существуют. Мы не первый раз видим, когда религия, культура или искусство обслуживают интересы государства. У меня к вам вопрос. Вот Леня Риффеншталь тоже обслуживала интересы государства, очень талантливо и сняла два фильма. Да, большой художник. Но вот она тоже была политическим художником, обслуживающим интересы вполне конкретного государства и вполне конкретной идеологии. Она, мне кажется, не думала о плохом. Я она не думала о плохом, конечно. Она даже, наверное, думала, что все правильно. И это была любовь. Да, это была любовь. А если любовь, то значит хорошо. Правильно я говорю? Нет, не обязательно хорошо. Не обязательно хорошо. Вот смотрите, вы говорите, я обслуживаю и я... Обслуживаете, да. Да, да, я вам так скажу. Вот у нас есть, например, православная церковь и патриарх. Тоже государственная институция. Ну, подождите, вот я так скажу, патриарх, власть государственная и, ну, скажу, семья. Во-первых, обслуживают нас они, потому что сказать, что кто-то, мы, например, православные, обслуживаем патриарха, это нелепо. Мы, вот я когда говорю, кто вы по вероисповеданию? Я православный, но я всегда оговариваюсь какой? Я такой рядовой, но не настолько я мощный, православный. Но я знаю, в какой я армии этот рядовой, да? И сказать, что... Вот вы даже здесь опять начинаете милитаристские штуки. Подождите, что я, да, милитаристские, да, и в армии также. Мы обслуживаем патриарха? Да нет, это наш отец. Значит, власть, власть, так вам скажу авангардную мысль, власть, это, как сказать, наша мать, это избранный нами президент. Я могу сказать, что, например, в семье, что я обслуживаю память своего деда или своей матери, да я просто член этой семьи, я ее люблю. Я вообще хочу сказать, что опасно воспринимать государственное тело или тело церкви как отца, потому что мы уже знаем, к чему приводит отеческий надзор. И вот вы жили в советское время, и вы прекрасно знаете, как длань союза художников и всяких других ограничивающих, цензурирующих средств. Родители ограничивают. На нас лежало на всех. И здесь очень важно, что государство как отец, эта идея тоже не новая совсем. Есть много государств, которые используют эту метафору. Все они в основном тоталитарные. И все они, и мы можем вспомнить в нашей истории, кто у нас был отцом народов. И мы можем посмотреть на Северную Корею, посмотреть, кто у них главный отец. И это отношения, как мне кажется, для художника абсолютно неприемлемые, потому что художник должен пройти сепарацию от родительства, даже если уж так случилось, что он живет в государстве, которое ему отец. Сейчас психологи говорят, убей в себе свою мать, перестань с ней общаться, начни. И такие, я знаю. У нас интересные психологи. Нет, это действительно, чтобы стать человеком новым. Все, о чем вы говорите, предполагает патронирующее воздействие и взаимодействие с художниками, и с гражданами. Я никому не дочка, кроме своей мамы. Я не дочка государства. Значит, вы не полностью прошли. Я не дочка церкви, я не дочка политических, даже каких-то партий, причем неважно либеральных или прогосударственных. Я абсолютно самостоятельный субъект в мире других субъектов. И мне кажется, что это для художника единственная верная позиция. Просто вам почему-то не хочется признавать. Или, может быть, вам это нравится. Нет, я не признаю. Может, это какая-то форма юродства. Нет, я признаю этот тип. Но я могу сказать так. Может быть, немножко такую мысль, если вы не будете обижаться. Я могу сказать, что женщины, мыслящие радикально, авангардные, они гораздо симпатичнее, и они даже завораживают многих мужчин. Значит, современные художницы. Это какое-то особое женское мышление. А вот когда мужчина то же самое делает, и лазает, поджигает дверь ФСБ или гениталии прибивает. Но тоже, наверное, такие животные есть. Животные не в смысле, а как разновидность. Как вы представляете вышедшего в тираж художника? Я вот как раз так думаю про Павленского. Он, мне кажется, очень потерявшимся. Когда он поехал во Францию и там начал уже обсессивно двери жечь, мне показалось, что он потерялся и в повестке, и в цели, и в смысле своих телодвижений художественных. И я, например, отношусь к нему как крепкому художнику, лидеру вот в этой зоне. Другое дело, что вот эта зона, например, юродивых или, скажем, каких-то, она, скажем, кому-то может быть неинтересна. Но научно это, конечно, мощная зона. Да, спасибо. Да, я просто хочу порадоваться немножко. Для меня нет никакого конфликта между монументальным искусством или классической живописью, академическим искусством. Да, разное поле. И искусством акционистским, потому что я считаю, что акционистское искусство, оно просто наследует совершенно другую традицию сознательного или бессознательного юродствования. И очень важно понимать, что есть представление о юродстве с точки зрения церкви. Это там божий человек, который не совсем в себе, и он поэтому имеет право на штуки, на которые... Кликуши еще есть. Да, другие. Ну, это такая традиция общеевропейская. Она не только России, на самом деле, свойственна. Поэтому я с вами совершенно соглашусь. Павленский хороший, крепкий, юродивый. Не очень хороший человек, но вот как юродивый очень хорош, потому что границ и телесных в том числе у него совершенно нет. И, наверное, в традицию русской культуры как раз он вписывается очень хорошо. Ну, я бы про него добавил, что мне вот лично он скушен и неинтересен. Это не заводит. Раньше было как? Когда вот это искусство, оно старело, Роден появился, что-то новое, потом импрессионные, потом это, авангард. И людей заводило, что люди поднялись на какой-то авангард. Вот если ученику у школы художественной скажут, а вот вам кабак... Он пишет подъездные списки, кто убирает пол вроде... То есть не допирал, о чём речь. И надо было подняться. А сейчас до Павленского подниматься не надо. Там всё понятно, как белый день. Просто это жанр, в котором действует... Так а с вами тоже всё понятно, как белый день? Да, да, да. Ради с монументальной... Вопрос только уровня. Да, вопрос только уровня. Нет, там перестало быть привлекательно, что это открыватель. То есть сейчас вам кажется... Это как сценарий. Вот зашла девушка, спёрла курицу в пятёрочке, засунула себе в облагалище. Да, видите как-то. Да, родила на улице эту курицу. Но вот скучно. Но если мы вот прям... Если мы вот эту традицию относим генетически к юродствованию, а вы свою традицию относите тоже к одному из самых древних видов искусства. Вы говорите, что памятники – это такая вещь, которую заново изобретать не надо. Тогда получается, что мы, в общем-то, родные люди. И, наверное, у нас есть какие-то общие истории. Современное искусство – это уже классика. Потому что современное искусство тоже наследует очень древней традиции, очень давней. Если мы куда-нибудь в анимизм и в шаманизм окунёмся, мы совсем окажемся прям в истоках. К сожалению, авангард стал культурой. Вот когда он был ломаного пятака, не стоит Рафаэль, когда говорил Базаров в этом «Отцы и дети», тогда это открывали, и люди удивлялись. Как большевизм, там, накол посадить всех богатых, жёны обобществить. Потом коммунизм стал самым таким банальным. А так было новое, и люди туда шли. А сейчас просто я хочу сказать, что современное искусство, к сожалению, а может, и оно уже девальвировалось, оно стало просто культурой. И сами ходы, они заведомо известны. А просто культурой быть плохо? Ведь ваша монументальная скульптура – что это, как и просто культура? Да, но дело в том, что не всегда культура, оно становится творчеством. Бывает, очень культурный человек наизусть знает, но он ничего не может родить сам. А вы, работая по госзаказу, занимаетесь творчеством или это казённое искусство? Я занимаюсь казённым творчеством. Вот как хорошо. Наконец-то вы это признали. Но это действительно же так, это правда. Мы с вами уже договорились до того, что всё-таки у вас происходит некий диалог с властью, у вас там какая-то сложная любовь странного характера. Нет, власть любит страну. Власть любит страну. И я люблю страну. И вы любите. Мы любим одно и то же. Вместе любите одно и то же. То есть такой тройничок у вас получается в своём роде. И вот вы, как думаете, художник вообще, который ведёт такой открытый диалог с властью, как вы, когда он должен его прекратить? Есть ли какая-то граница, за которой действия начинаются, за которой стыдно? Когда к нам придёт власть, которая будет настаивать на лесбиянках, чтобы в институт или везде, или там голубых принимали, или педофилов, вот придёт такая власть. Когда же он отведёт? По эху Москвы я слышал так. Придёт время, когда, как же они сказали это, в общем, лучшие люди придут к власти. А я хочу сказать, так они уже пришли. Ну, смотрите, то есть вы признаёте, что вот вы... Вот когда придут вот эти люди, тогда я порву диалог с властью. Хорошо, а если государство – ваша любимая семья? Вот у меня возник вопрос. Ну, не любое государство. Наш с вами. Вот Россиюшка, вот она у нас. Россиюшка, да. Наша любимая семья. Так. Вот представьте себе, что у нас в семье просто так получилось, хотя она хорошая и любимая. Но в семье не без урода. И папа постоянно лупит маму до синяков чёрных. Можем ли мы как-то, любя нашу семью, подождите, постараться эту проблему решить? Может быть, отвезти отца, не знаю, к психотерапевту? Может быть, маме сказать, уходи от него, да, там не знаю, ну что-то, да? Да уже этот папа не совсем папа. Или мы не… Подождите. У папа – это функция. Подождите. Функция лупить маму. Это… Нет, нет, наоборот. Вы должны ответить на вопрос, а потом мы продолжим, иначе мы никогда так не закончим. Вот мы живём в России, и вот я, допустим, люблю Россию. Я никуда отсюда не уезжаю, хотя мне иногда здесь очень страшно находиться. Разве не естественно, любя что-то и видя, как с этим что-то происходит, на твой взгляд, ужасные вещи, например, храмы взрывают, да? Вот ты православный человек. Мы против. Воруют много против. Воруют, вот. Мы же можем это критиковать? Мы же можем об этом говорить? А это мы и критикуем. А когда? А когда каждый день сажают людей, но не тех, не тех, которые взрывают храмы. Да ну кого сажают? Подождите, нет, нет, нет. Вы просто не читаете те медиа, которые я читаю. Да ну всё читаю, у меня полно знакомых. У меня молодёжи полно, я преподаю. У моих друзей в феврале, у практически всех моих друзей художников из Петербурга в феврале, после февральских митингов, произошли обыски. А, митингов? Так это их не как художников. Это реальность. Так их не как художников-то преследовали. А как к ним приходили не за митинги. Никто не знает, был ли они там. И не все из них были. Просто есть списки, где на карандаше стоят определённые люди. Потому что у нас всё-таки автократическое, тоталитарненькое государство. И ничего с этим сделать мы не можем. Поэтому вот когда это происходит, когда к художникам приходят с обыском, просто потому что они, возможно, вышли на мирное собрание. А может и нет. Ну просто у нас нет мирного собрания. Люди в 33-м году со свастиками. И то, что их вовремя не арестовало государство, вот это к чему привело. Вы специально противоречите? Да, нет, нет. Их надо было арестовать. Надо было арестовать. Гитлера арестовать сразу. И тех, кто с ним ходил. Я поступлю не как современный художник, а как более традиционный, галантный. Галантный и уходящий от ответа художник. И уходящий немножко от ответа. А это я сейчас как женщине. Хоть сегодня не восьмой марк. Вы хоть возьмой марк-то признаете или нет? Я, конечно, признаю. Нет, а никто не отменял. Но не праздную. А инстинкты, мужские инстинкты никто не отменял. Имеет право. Хорошо, что вы меня не в пещеру тащите. Сразу в пещеру бы у вас утащил бы. Так, вот так. Лично вы сталкиваетесь с преследованиями со стороны государства? У нас валятся плакаты. Но мы идем. Я вообще очень много контактирую с полицией. Просто потому, что она постоянно приходит в те места, где мы делаем какие-нибудь вещи. То есть, например, когда мы делали спектакль «Пропытки» в колонии, к нам регулярно приходили полицейские. Когда мы приехали в город Владимир, например, прекрасный древний русский город, нам запретили там играть прямо на уровне городской администрации. Сказали, что если в лофт, в котором мы собирались делать спектакль, пустят этих людей, то есть нас, то тогда этот лофт закроют. И нам пришлось играть в лесу, прям вот так вот конспиративно очень. Мы так много общались с полицией по любому поводу, что я привыкла. Полиция не может не разобраться. Нет, они приходят каждый раз. Они прекрасно знают, кому идут. Полиция думает, что это политический митинг, да? Ну вот как бы думает. В полиции работают люди, которые работают с разными слоями. Вас же не на каком-то высшем идеологическом уровне осудили там и сказали, о, это надо прикрывать. Сейчас все театры, все вот эти, они все, что там только нет на сцене. Там есть, то есть абсолютно все разрешено. Я не в смысле, что я это осуждаю. Слушайте, ну вот нас не прикрывали. Все открыто, все абсолютно свободно. Страны более свободные сейчас трудно найти. Чем в России, ну конечно. Возьмут где угодно. Если в Москве спровоцировать, или не только, в Москве, как вот, я не знаю, там в Америке черным сапоги целуют, прочее, прочее, какую-то несумятную памятники сносят один за другим. Окей, памятники сносить это нехорошо. Основателям страны, там Линкольн у них был, рабовладелец там, ну... А рефлексировать над собственной историей, это плохо или хорошо? Почему? Это нормально. Вот у нас, вы знаете, до сих пор все архивы ФСБ слились с архивами КГБ, и поэтому таким, например, образованием, как мемориал, которые ведут раскопки буквально о погибших людях во времена большого террора, просто им не удается работать. Сталин памятник жертвам сталинских репрессий. Здорово, памятник это здорово. Стоит памятник. Памятник это здорово, но я когда вот выходила делать акцию «Несметный полк» про людей, которые были репрессированы во время войны, я очень опасалась, что меня задержит полиция, потому что она задерживает меня почти всегда. И у меня тогда вопрос... Вы потому что, вы наш провокатор. Вот смотрите, я прочитал, посмотрел три названия «Несметный полк», «Груз-300» и «Милость падших». Но это, я считаю, чистая провокация. «Бессмертный полк», вы говорите, «Несметный полк». Ну, для людей свято, и действительно, это акция с этим «Бессмертным полком». Для кого она святая? Для тех, кто там идет. А вы знаете, что эту акцию угнали у левых активистов, как бы сибирских, которые ее придумали? И теперь используют как государственный жупел. Как вам это? Нет, нет, мы знаем, что это свято. Дальше. Вы говорите, память к павшим призывал. А падшие – это как бы падшие люди. Одно дело – павшие, другое – падшие. То есть это ваши приемчики, и это провокации, которые действительно могут быть. Но если бы я был Бенкендорфом, я бы вас арестовал. И чтобы не допустить большевистскую революцию, уже тогда в зародыши Герцена, значит, вас, да, Ленина сразу бы арестовал там. Надо было вовремя, значит, это пресекать. Это опасно. Вы опасны для это самое. Вот почти согласны. Я поставлю, да, вам сердечко. Потому что вы очень откровенно говорите. Почему вы продолжаете заниматься искусством? Я просто очень люблю этим заниматься. И мне кажется очень важным делать это сейчас, когда вот так вот все у нас в стране интересно. Я думаю, уже говорила, что мое искусство, оно привязано к почве очень сильно. Поэтому ни в коем случае я не считаю его ни прозападным, ни проамериканским. Это русское современное искусство, которое просто вот так вот плотно повязано с российской повесткой. Я как бы гражданин Российской Федерации, очень этому рада. Ну, вот это очень здорово. Но я думаю, вы еще это делаете еще для некого стиля, для некого даже, я бы сказал, кокетства. Это нормально, это еще и по-женски ярко. Для яркости своей личности вы это делаете. Я так думаю, может быть, для этого тоже. А я, наверное, так. Я делаю для своих дедов-прадедов и для внуков. А это и есть и страна, и государство. Государство – это мы. Вот мы – это государство. Я не государство. Ну, у меня есть такое мнение, что вот это искусство жеста, которым я в какой-то мере занимаюсь тоже, оно возникает тогда, когда вот эта необходимость в юродство не возникает. А я сейчас говорю о том, что мы живем в как бы условиях политического дискомфорта, а так или иначе все, и в не очень большой безопасности. И вот в такие смутные времена, как раз такие, когда все не очень понятно, не очень красиво и честно, появляются такие люди, которые делают как бы жесты больше, чем какие-то художественные акты даже скорее. Это больше о вас, о каждом лично. Человек, будучи бунтарем в Советском Союзе, уезжал за границу и там становился таким же бунтарем, как дезиняющий. Но вот с Павленским уже это и произошло. Да, да, поэтому это тип бунтаря. Он не потому что бунтует, потому что против чего ему. Он просто сам бунтарь и будет везде свою, так сказать, психологию осуществлять. А у него просто бунтарская психология. Я думаю просто, что надо делать работы, которые ты искренне хочешь делать, потому что ты этим себе задаешь какие-то вопросы и сам себе на них отвечаешь. Если ты их задаешь не себе, если ты совершаешь просто какое-то абстрактное действие, не знаю, по повестке или по госзаказу, это уже не важно, то здесь что-то неправильно. Я как концептуалист, что я затем родился, может быть, чтобы другим показать, как не надо, бестолково, по-моему, жить. Поэтому мне кажется, это замечательно. И замечательно, что есть такие смелые и увлеченные этим делом, и отдающие себя. Это я про вас. Субтитры создавал DimaTorzok